Музыка Так, на часах три часа дня Мне работать осталось четыре с половиной часа Рабочее время до пятнашки Вождения побольше Но только сейчас получил задание на загрузку Ехать надо Двести двадцать километров Это в районе, пишет мне, что-то три часа ехать Никто знает Три часа, ну, возможно, ладно Что грузить три каких-то габаритных вешатичей надо загрузить А дальше задания нету Вести это надо или не вести Не знаю, ребята Сейчас буду писать диспетчеру Еще там надо будет осмотреться Может, там где-то и переночевать придется Рядом с местом событий Такие вот дела Сходил я там на заправки Думал, что-нибудь кофе купить себе Как-то посмотрел на эти цены Там больше четырех евро Что-то там, блин, как-то перехотелось мне и кофе вообще Думаю, лучше полезу Только задремал Кирио, приходит три задания Не, это нормально, это хорошо, что пришло Я рад, это мне уже надоело Как это говорится, в жаре, блин Пытаться заснуть А потом ночью не спится, да? Либо скажут ночью ехать Ну, быстрее, нет Быстрее ночью не заснешь А потом под утро надо ехать Напомню, что очень это встал я Пол четвертого утра Четыре тридцать, по-моему, стартанул я Так что Закончить я должен Четыре тридцать еще Четыре тридцать еще Тридцать Семь тридцать А! Ну ладно Едем под Любимые народные хиты В сторону погрузки Там какой-то бэт Какой-то там, блин Бэт, 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 бэт Не бэт, бэт Какой-то бэт Какой-то там Язык сломаешь Могу сказать, но это ничего Думаю, не даст Написано Привет, собрается А, и написано По времени В принципе Сегодня И тайм АСАП Я знаю, что такое АСАП АСАП А кто-то, может быть, не знает Вот если вы получите такое Время погрузки Время выгрузки АСАП АСАП Большими буквами АСАП Это значит АСАП 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 Это значит Как можно Нет, как можно Скорее Так скажем А возможности Скорее Так по-русски ЭС Способл Как ЭС СУН Как скоро Возможно Вот так Ну, дословно Не знаю По возможности Быстрее Так вот Скажем ЭС СУН И способ Так что Запомнись, да АСАП Есть Пиксинг Тайм Какое-то Да Вот есть Такое АСАП Еще Есть Какая-то Аббревиатура Типа Не важно Не то, что не важно Ну Не ЭС СУП Не ЭС САП А Ну, как Как придете Не надо там быстро приходить А просто Придете Так Что там у нас На Венлоу идем пока 38 Дюйсбург Венлоу На СН мы идем Знакомы места Ой Главное сейчас не уснуть А если уснуть То это фигово Это надо будет Мне будет На полчасика Брать перерыв Останется час Подожди Это не вождение Час Это работы Час Это очень нехорошо Это меня могут Там надо будет долго ждать Или будут долго грузить То я Не ездит Не ездит Ребята Если бы попутал А и забыл сказать вам название Куда Миналинцы Это Бэт О Эй О Эйнхоусен Бэт Бэт Оэйнхоусен На Хаусен На Хаусен Короче На Бэт Да Я что-то Как-то Блин Проворонил Это дело Четыре Дети Тремни работы А Я что-то Я сказал вам Про работу А сам Что-то Как-то Вылетел Из головы Что там Типа Загрузит Еще будет Время Какое Время Мне бы Загрузили Быстро Чтобы Ой-ой-ой Пятнажку Придется Терять Тоже Сейчас Я уже Одиннадцатый Час Работы Пошел Сейчас Будем Уходить Вправо На Бен Ло На СН Дюйсбург Ну давай Говори В какую Полосу Не говори Блин Я надеюсь На СН Да Правую дорожку То там Если надо На Бен Ло То значит Левее брать И За мост На мост И под мостом И налево Уходить А так Мы Направо Будем Уходить Пустой Блин Так Вначала Привыкаешь К тяжелому Потом Привыкаешь К пустому Интересно Так Машина Совсем По другому Разгоняется Конечно Ведет себя Ладненько Поедем 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 Хорошо В правильную Сторону Поехал Напарня На отдых Поехал Поехал Как обычно В таких случаях Я говорю Ребята Все ближе И ближе Точка Какая точка Точка загрузки 29 километров Остается Какие-то там 30 минут 35 Пока я тут думаю Загрузят Меня не загрузят Полчаса ехать Работы 2.17 Ехать 35 минут Доеду Останется 1.40 Загрузка На все Про все Я Думаю Вообще Идти на загрузку Или не идти На загрузку Надо там Все узнать Что и как По времени Потому что У меня Время Закончится Если долго Так а Уже Пусть у задания Что делать С этим прицепом Везти Ов Траве Мунде И В порту По-моему Траве Мунде Диск Дисконект Траве Мунде А где именно Не написано Может на базе Ти кого Знаете Диск Дисконект Траве Мунде Мунде Экер Эккер С К Му Му Дисконект Продолжение следует... Продолжение следует... Приехал я по заданию, надо было мне приехать вот сюда, именно вот сюда, на Янту фирмы. И здесь мы должны грузиться, ну вот там заезд и ничего подобного, не получается мне сегодня грузиться, потому что все закрыто. Я уже сходил туда, там узнал, они грузят до трех часов, поэтому сегодня мимо. Вот, там еще дверь, туда и надо будет заходить, когда... Оформлять погрузку сейчас покажу. Я просто уже проходил, сразу приехал, у меня оставалось там полтора часа, час сорок, по-моему. Вот, я зашел, посмотрел, там дверь закрыта, но там написано. Время работы на погрузку. Сейчас я... Потому что здесь нарисована... Не знаю, может быть, сюда задом надо будет заезжать? Я даже не знаю. А, может, туда сначала, потом туда, потом сюда и потом задом. Наверное, так надо будет заезжать. Я так думаю. Интересно, как они работают, круглосуточно или нет? Ну вот. С 9 до 9.15, это обед, с пол первого до часа обед. А вот работают с 6 до пол третьего. Но он, сказал, с 7 до 3 грузят. Так что вот сюда мне надо будет зайти. Завтра с утреца. И поинтересоваться. Интересно, не око было мне спросить. Вот такой вот материал. Тоже металл, повезу, походу. Хотел, думал, сюда, может быть. Может быть, и можно было бы заехать на ночь. И кого знает. Я как-то не решился. Поехал по округе. Там есть места, но мне что-то не особо нравилось. И там выворачиваются плохо. Решил вернуться. Я круг сделал. Время мне хватало. Здесь везде знаки. На этой стороне стоять нельзя. Да я не хочу стоять на проезжей части. А не в кармане. Потом, не дай бог, кто-нибудь въедет. Тебя. Погибнет. Потом будешь расхлебывать всю жизнь. Можно, конечно, повесить эту фигню. Но там знак стоит. Вот. Поскольку я буду вставать уже в 5, я так думаю. И в 6 часов я уже буду тут что-нибудь думать. О работе. То есть я думаю, что я проеду вперед. Проеду потом назад. Встану на аварийке. И буду здесь стоять. Потому что, видите, тут знак такой. Про эвакуацию. Они тоже, кстати, 7 часов работают. Так что. Так что. Лучше всегда проверить округу. Да. С одной места. Вот там тоже можно было встать. Чуть дальше. Там уже хуже заезд. Ну, хотя это уже не проблема. Заехал. Задом сдал. Ну, вот здесь. Фирма. Ребята приедут, наверное, в 7 утра они тут уже будут тусоваться. А я, а вдруг завтра там откроют уже двери. Тогда я их заеду с утра. Вообще было бы здорово. А так. Так тебя, ребята. Ездил фиг кого знает. Туда, там, там, на разведку. Ух. Ничего тут особо красивого и интересного нету. Я вам скажу. Там есть места, но, блин, выбираться тяжело. Там такой круг. Аккуратно надо, чтобы дерево не снести. Там здесь какие-то автобусы стоят еще. Здесь надо было там сходить узнать про туалет. Можно будет ходить. Вот я вот. Вот эти вот ягоды, они кругом у них в Германии. Ну, они уже слаще. Хоть и нельзя, конечно, тут все покушать. Возле дороги. Ну, ладно. А здесь что такое? Здесь какое-то офисное здание. Может быть, собак здесь не будет? Или жилой дом? Какая-то мастерская. Вот нет, здесь живой дом. Куда-то я пошел не туда. Машины стоят. Я не знаю, как тут вообще погрузка происходит. Там погрузка или здесь? Нет, по-моему здесь погрузка. Там не погрузка. Там не погрузка. Там не погрузка. Это какой-то материал. Какая-то интересная куча сателлитов. Автобусы. Мерседес. Может, и так работает? Да, нет. Давно, наверное, на нем не ездил. Какая-то база, что ли. Автобус немецкий. Мерседес. У нас не такие или такие. Даже не знаю. Я могу такой даже водить. У меня есть провал уже. Такой туристический автобус. Сюда можно было еще, в принципе, заехать. И встать на ночь. Думаю, ничего бы страшного не было. Никто бы меня тут не отругал особо. Я просто заехал бы и все. Вот как эти... Че тут, блин? Че тут? Ну тут заехал бы. Развернулся. И задом бы туда заехал. Думаю, что ничего бы не было особых проблем. Кто бы меня особо не ругал бы. Сказал бы, ребята, блин, мне только на ночь постоять. И я им все сори. Но я поехал дальше. Да, надо было точно. Как-то я так постеснялся. Так, по большому счету. Вон, хорошее место, блин. Тиньш. Разворот. И тудой. Все. Ладно. На будущее учтем. Может, когда мы попадем сюда. Вот. С этой стороны тоже нельзя остановиться. Видите, тут знак стоит. Тиньш. Поэтому, как бы, нежелательно. Люблю так походить вокруг всяких мест, погрузок, разгрузок. Поинтересоваться. Что я буду грузить? Интересно, металл или вот эту штуку? Ну, блин. Это, типа, сэндвич панели. Но не сэндвич панели. Что-то для них. Ох. Так что можно было, наверное. Вот тут я налево повернул. Ушел туда дальше. Потом еще налево. Но мне не понравилось очень особо это место. Тоже какой-то зона. Вот это может туда наверх идет. Саттлер премиум принт. Варенан Халман. Вот. Ну, все это прелюдия к разговору. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что пока я ехал, я получил задание на завтрак. Вернее, куда этот груз надо тащить. И оказалось, его надо тащить в Травэмундо. И завтра в 9 утра его надо выгрузить. Будет отцепить рецепт. Ну, понятно, да? Я уже ехал. Я уже предполагал, что у меня не будет ничего. Что я даже не загружусь здесь. Слишком поздно это все. По времени. Ну, так и произошло. Я, кстати, туда вовнутрь заходил. Там никого нет. Ходи не хочу. Все открыто. Так что, возможно, я мог и заехать сюда. Я думаю, что ничего бы мне не сказали. Я приехал, в принципе, к ним за грузом. Им деньги как бы привез. В них груз забирать. А ворота были открыты. Ну, ладно. Уже как есть, так есть. Я вроде так неплохо встал. Главное, чтобы меня разбудили не раньше, чем 9 часов. Пусть даже полиция, но не раньше. Тогда я просто, если будут ворота открыты, заеду сюда и все. И встану. Там вот можно заехать. Так вот, я написал, что тут только до 3 грузят. Так что только завтра. Завтра мы загрузимся. Панталек. А может, уже другая фирма. Нет. Эггерсман. Все то же самое. Куда мы и приехали. Куда и надо было приехать. Дом. Тут, по-моему, шестой, это восьмой. Так получается. О! Погода прекрасная. Прекрасная. Надо сейчас загрузить еще одно видео. Вообще, жизнь замечательная. Погода прекрасная, правда? Ух. Да, надо было мне надо спросить все-таки, чтобы заехать. Вот сомнения такие. Берут потом голова. Я заехал там на другую территорию. Что-то подумал, что это тоже их. А то, конечно. Так вообще-то как-то интересно. Погулять, посмотреть. Все у них там какие-то клумбы какие-то. Можно и поснимать. Какие-то клумбы, пальмы. Камыш. Ребята. Что-то мелко-мыш. Что-то там, типа болото. О, блин, надо тогда, бля, окна закрывать, чтобы помары не налетели. Наверное, их много. Камыша. Камыша. Много камыша и много комаров. Соответственно, место сбора в случае какой-либо опасности, тревоги. Что тут интересного? Черешни нету. Клубники нету. Вообще, как-то все открыто. Ни сторожей, ни собак, ничего нету. Все подозрительно. Выбегут какие-нибудь орлы, блин, арестуют. Скажут, что тут ловишь, парень, еще и снимаешь. Там дверь какая-то открытая. Ясно. Мне кажется, они будут всю ночь работать. Либо еще какая-нибудь смена придет. Ночная. А если так, то надо будет схожу в гальюн. Узнаю, что и как. Красиво, да? Дерево построено. Вот. Ну ладно, ребята. На этом фоне я буду заканчивать сегодняшнее видео. Что у нас? У нас в квартире газ. Блин, работа. Конечно, не за что не выспался сегодня. А так вообще, блин, да. Пай-экспресс отдыхает. Ух. Ну все. Будем заканчивать, как я говорил, да. Спасибо, что заходите. Заходите чаще. Оценивайте видео. Ну и как всегда, берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.